Многие жители города знали о грядущем наводнении почти за две недели, но надеялись, что оно их не коснется. Детей на всякий случай перевозили к родственникам подальше от береговой зоны. Папа остался с моим братом сначала. Зачем? Они за дом осмотрели, потом моего брата им честники спасли, папа его отпустил, а потом папа сам приплыл, потому что дом уже начал выплывать. Когда начала вода идти, мои родители захотели сначала на крыше остаться, а потом они надумали и ушли. И наш дом унесло. И мы не знаем, где наш дом. Без крова остались тысячи жителей. Спасаясь, бросали все. Те, кто не успел уйти, карабкались на крыше домов и ждали помощи. Там очень было страшно, даже плакало. Даже пятиэтажки несло. Некоторые люди думали, что до них вода не достанет, как моя тетя, но у них достала вода. Залазили на крыше с некоторыми вещами и ждали участников. Фонариками светили, вертолетов звали. Лодок почти вообще не было. И как кто мог, так и спасался. У многих не осталось ни одежды, ни документов. Большинство детей приехали в Бурятию, имея всего один комплект белья. К сожалению, не у всех есть теплая одежда. Поэтому мы организовали сейчас сбор одежды. И обращаемся ко всем. То есть нужна теплая одежда. Нужны моющие средства. То есть шампуни, мыло, вихотки, нижнее белье, элементарно тапочки. Помощь для детей принимают по адресу. Улица Ранжурова, дом 8, кабинет 502. Артемий Жаков, Вячеслав Цибиков, телекомпания «Арегус».